Карьер юбилейный лидер алмазодобычи в Айхальском ГОК. В 2021 году на предприятии добудут более 5 миллионов тонн руды. Кем сегодня представлен коллектив цеха и какое новое оборудование внедряет в работу? Беседуем с главным инженером карьера Владимиром Мироновым. Владимир Егорович, здравствуйте. Расскажите, сейчас на каком горизонте мы находимся, какие работы здесь ведутся и вообще до какой глубины уже отработали карьер юбилейный? Мы на сегодняшний день находимся на средних горизонтах карьера в данный момент. Это горизонт плюс 290. Значит, глубина карьера на сегодняшний день составляет 500 метров. Ну, это контур у нас уже конечный, это получается, вскрышные работы здесь производятся. Чуть ниже, восточный рудный столб, там мы производим отработку непосредственно добычи руды. Горизонт проектный конечный минус 100, минус 100 отметка, дневная отметка, отметка на дневной поверхности плюс 620, то есть карьер будет в конечном контуре составлять 700 метров. Расскажите, как отработал цех в первом полугодии 2021 года, какие показатели можно отметить и какие объемы уже вывезены? Руды вывезены 3 миллиона 350 тысяч тонн с карьера. Ну, план, идем в плане, выполняем план установленный. А с крыши вывезено 5 миллионов 419 тысяч кубов. Расскажите, какой план по добыче на 2021 год? Ну, у нас план составляет по орудии 5 миллионов 300 тысяч тонн с учетом дополнительного задания. И с крыши 9 миллионов 900 тысяч тонн метров кубических. Ну, горизонтов рабочих много, на самом деле. Начиная с 350-го, высота уступа у нас проектная 15 метров, ну и заканчиваем на 125-й отметке. То есть очень много горизонтов по количеству в течение года. Ну, основного горного оборудования именно по отгрузке у нас 5 ЭКГ 15-кубовых и 2 фронтальных погрузчика, которые непосредственно работают в карьере. По буровому парку 5 буровых станков, из них 3 электрических, 2 дизельных буровых станка. У нас одна самая глобальная задача, это первоочередная, это выполнение добычи, ну и горной массы. Ну, то есть у нас более важной задачи нет. Но с точки зрения приоритетности, значит, на сегодняшний день, да и вообще считаю, самой важной задачей это безопасная работа коллектива. Владимир Егорович, поступало ли новое оборудование? В карьере юбилейный в 2021 году и что еще ожидаете? Ну, из крупного горного оборудования поступало только, так скажем, вспомогательное горное оборудование. Это колесный бульдозер, колесный бульдозер КАТ-834. Ну, а далее из горного оборудования больше ничего в этом году не запланировано. Соответственно, были закуплены и уже поступили. Это насосная станция, бортовые компьютера на экскаваторы, ну, на погрузочное оборудование. У нас на сегодняшний день три новых машины, вернее, четыре новых машины. Это ЭКГ-15М, М это модернизированный, значит. Больше не планируется замена именно в части ЭКГ, закуп новых экскаваторов. Планируется через два года замена погрузчика Литорн фронтального, ну, из такого крупного. Внедряются ли на предприятии какие-то новые идеи, системы, РАЦ-предложения? Что можно об этом сказать? По системе мониторинга на следующий год включена в программу техперевооружения закуп георадаров, которые будут как раз мониторить устойчивость бортов карьера, изменение бортов карьера и предсказывать опасные зоны для своевременного реагирования инженерно-техническим персоналом карьера. Были опытно-промышленные испытания, на основании этих опытно-промышленных испытаний было принято решение о закупе, и то, что система показала себя достаточно эффективной с точки зрения предсказывания возможных вывалов с бортов. Автоматизированные системы управления у нас есть. Это ВЕНКО, это автоматизированная система управления горно-транспортными работами в режиме онлайн. И единая диспетчерская служба максимально использует этот инструмент. Ну и мы, соответственно, определенный функционал используем. Самый широкий функционал на сегодняшний день использует ЕДС. Что касается бурового парка, у нас буровзрывные работы. Внедрен программно-технический комплекс автоматизированных систем управления буровзрывными работами. Это Бластмейкер, который тоже позволяет в режиме онлайн отслеживать бурение станков. Также проводить анализ пробуренных скважин. На основании этого всего можно, так скажем, ставим задачу по выходу кондиционного куска породы после проведения взрывных работ. А система нам уже подсказывает, какой тип ВВ применить в данном случае и в каком количестве. Ну, то есть рекомендует удельный расход для качественного дробления и достижения удовлетворительного качества взрывных работ. Владимир Егорович, что можно сказать о коллективе предприятия? Насколько он молодой? И есть ли ветераны, которые давно трудятся в карьере юбилейной? Молодых специалистов стало приходить намного меньше, чем в прежние годы. Испытываем дефицит в молодых специалистах. То есть завтра можем поиметь проблему кадрового голода именно по инженерным профессиям. А из сложившегося сегодня коллектива, значит, ну и еще какая-то часть молодых специалистов осталась, которые работают от одного там до пяти года. Ну, львиная часть, львиная доля коллектива – это все-таки средний, со средним стажем работы – это где-то от пяти до пятнадцати лет опыт работы. Ну и самая опытная, так скажем, группа – это от пятнадцати лет и более. Также у нас в этом году наш штат пополнился четырнадцатью ветеранами компании «Алросу». Расскажите, какая работа в карьере юбилейной ведется в плане «Алросу»? В плане зачистки бермы и содержания дорог в работоспособном состоянии. Работа начинает планироваться с предыдущего года, то есть при проектировании развития горных работ, при составлении плана развития горных работ составляется план зачистки берм, который тоже утверждается у нас. И мы следуем ему для того, чтобы в летние периоды не иметь проблем с безопасностью, так скажем. Далее мы реализуем эти намеченные планы. В летний период по вопросам безопасности на берму мы горное оборудование ставить не можем, так как и происходит сезон оттайки. Ну, то есть все работы по зачистке бермы ведутся в первом и четвертом кварталах. Второй и третий кварталы мы бермы не чистим. Вот, также по постановке, не по постановке, а по приведению бортов в безопасное состояние производится навеска сеток. Все эти работы производятся у нас участком водоотлива и дорожно-отвальных работ. Владимир Горьевич, спасибо вам за ответы на наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова